Пауэрлифтинг Готовка к соревнованиям – тяжелый труд в прямом и переносном смысле. Ведь когда все тренировки позади, спортсмен выходит на помост и остается один на один со штангой. Жим штанги лежа – базовое упражнение со свободным весом. Спортсмен ложится на скамейку, опускает гриф штанги до касания с грудью и поднимает до полного выпрямления в локтевом суставе. Участникам соревнований, которые разделены по возрастным и весовым категориям, дается три подхода. С каждым разом вес увеличивается. Победителем становится спортсмен, взявший наибольший вес. 19 января в стенах Матищинского гуманитарно-технического техникума прошло первенство Московской области по пауэрлифтингу. 170 спортсменов из разных городов Подмосковья пробовали свои силы в жиме штанги лежа. Самому юному участнику соревнований всего 11 лет, в то время как на пьедестах почета поднялся штангист, которому без малого 75 лет. Представительницы прекрасной половины спортивного сообщества не обошли своим вниманием первенство. Все хотят выжить максимум. У кого-то получается, у кого-то первая попытка, все наверняка жмут, а уже третья, кто-то рискует, потому что хотят выжить лучший свой результат. Приятно, что в тот день на пьедестал почету поднимались в основном и тишинские спортсмены, которые в очередной раз доказали, что они одни из лучших в области. Марьяна Наумова, 11-летняя школьница из Подмосковья 19 декабря 2010 года на турнире Worldlifting в Москве, на который она была приглашена с показательным выступлением, установила абсолютный мировой рекорд среди всех весовых категорий Федерации пауэрлифтинга в жиме штанги лежа без применения в специальной экипировке. В номинации «Девушке до 14 лет» Марьяне Наумовой покорился вес 60 килограмм, ранее недостижимый для спортсмена в таком возрасте. В 2012 году достижение юной чемпионки было занесено в Книгу рекордов России, российский аналог Книги рекордов Гиннеса. Трудно поверить, что эта маленькая хрупкая девочка поднимает штангу в два раза тяжелее своего собственного веса. Нам остается только пожелать ей успехов и новых рекордов. Разнообразие видов спорта удивляет. При детальном изучении вопроса выясняется, что помимо основных спортивных игр, таких как футбол, хоккей, баскетбол, есть масса их разновидностей, например, мини-баскетбол. Мини-баскетбол – разновидность игры для детей до 13 лет. Впервые в 1948 году американский учитель применил облегченные мячи, снизил высоту колец и скорректировал правила игры в баскетбол специально для детей. Дети только начинают играть. Это вот у нас второй год игры. И в основном правило, скажем, время игры уменьшено. Играем пятерками. То есть в возрослом баскетболе команды играют одним составом, могут играть лучшие игроки. У нас играют пятерками по пять человек. Мы меняемся, только одного человека на замене по три минуты. Вот основное правило. Первенство Московской области по баскетболу стартовало в ноябре прошлого года. В соревнованиях принимают участие юношеские команды четырех возрастных категорий от 12 до 15 лет. 20 подмосковных команд борются за попадание в финал четырех, который пройдет в апреле. Съемочная группа программы «Мы выбираем спорт» побывала на игре мальчиков 2001 года рождения. В лучном поединке столкнулись представители Лобни и Химок. Эти ребята только начинают свой путь в спорте, но задора и азарта им не занимать. По словам Павла Новикова, мытичинские баскетболисты не уступают своим соперникам, несмотря на то, что проводят по две игры в день. Второй тур стартует в феврале. На сегодняшний день ни один участник из соревнований не выбыл, что добавляет интриги первенству. Стоит отметить, что у наших спортсменов есть все шансы на попадание в финал. Поддержать воспитанников школы Олимпийского резерва по баскетболу может любой желающий. Матчи проходят по выходным в спортивном зале 31-й школы. Спартакиада школьников – события для Матищинского района уже традиционные. Ребята состязаются в различных дисциплинах – легкая атлетика, стрельба, лыжные гонки и даже плавание. Несмотря на то, что не все общеобразовательные учреждения оснащены бассейнами, каждый год школы отправляют на соревнования сборной команды по плаванию. Участвуют 16 школ. Это довольно приличное количество участников, больше 100 человек. Если учесть, что у нас только на базе трех общеобразовательных школ имеются бассейны, где проводятся занятия с детьми, то это количество даже превосходит наши ожидания. Соревнования проводились в двух подгруппах. Школы, у которых есть бассейн, и те, где его нет. Участникам соревнований предстояло проплыть дистанцию в 50 метров вольным стилем. После школьников ждала эстафета. Четыре человека от каждой команды выходили на дорожки – подвал участника с противоположных концов бассейна. Как только плавец касался рукой стенки, в воду тут же нырял следующий. «Россия возьмешь, блин». Количество участников говорит о том, какой уровень развития, наверное, как вида спорта плавания в районе. Наши участники постоянно являются призерами чемпионатов Московской области и Центрального федерального округа. А все начинается, наверное, с таких соревнований, как наша спартакиада школьников. Но как удается школам подготовить пловцов, если бассейн есть только у трех образовательных учреждений? Максим Бурцов поделился секретом. Оказывается, многие школьники занимаются в бассейне «Бригантина», где и проходили соревнования. Их подготовкой занимаются профессиональные тренеры. А потом ребята защищают честь школы на уже хорошо знакомых дорожках. Все просто. Первое место в командном зачете среди общеобразовательных учреждений с бассейном досталось школе номер 27. В подгруппе школ без бассейна первой была команда 16-й гимназии. Ее представитель, Иван Сковорода, показал лучший результат среди юношей. В личном первенстве среди девушек первое место завоевала Александра Литвякова из школы номер 27. Поздравляем победителей! В прошлой программе мы познакомились с фитнес-направлением под названием «Пилатес». Изучили его основные приемы и техники. Сегодня мы продолжим изучать упражнения «Пилатеса» под руководством Инги Клевошиной. Мы перешли с вами на мат, на коврик. И это уже следующий шаг в «Пилатесе» после стеночки. Если вы освоились у стенки, да, вам уже легко. Но вы должны обязательно концентрироваться на упражнениях, следить за правильным исполнением. Вы переходите на коврик. Вот Оля легла. Что можно поправить в ее положении? Это ноги. Ноги должны стоять на ширине таза. Руки вдоль тела. Плечи опущены, не напряжены. И вниз. Макушкой она тянется вверх. Но не старайтесь задирать подбородок наоборот. Уложите так, чтобы вам было комфортно. Немножко подбородок на себя. На себя. Вот так. И в течение всего упражнения Оля тянется макушкой вверх. Сохраняйте симметрию, так чтобы вас не перекашивало в течение упражнения. Вы должны быть стабильны. Концентрироваться точно так же на этом. Итак, мы делаем вдох. Втягиваем живот. Поясница. Прогиб у нас естественный. Или убираем прогиб вообще. Поднять руки. Вот так. Вытянется. Делаем вдох. И на выдохе Оля, та же, как у стенки, начинает ручки распрямлять. При этом вот это расстояние не должно увеличиваться. Вот. Вот. Она немножко неправильно сделала. Лопатки пошли. Расслабила поясницу. Полностью руки опускать не надо. У вас не должно быть чувства расслабления. Вы работаете. Это работа. Теперь мы работаем с ногами. Вот. Оля у нас лежит. Таз подземный. Живот тянет. Макушками тянемся вверх. Плечи опущены. Расслаблены. Дыхание грудное. Так у нас тянут живот. Втяну, да. Делаем вдох. И на выдохе она согнутую ножку поднимает до положения 90 градусов. Вот так. И опускает. На вдохе. Теперь другую ножку. То же самое. И выдох. Выдох нога. На вдохе опускаем. Выдох. Ни в коем случае поднимая ногу, она не должна поднимать левую ягодицу. То есть что происходит? Она задирает левую ягодицу. Чего не должно быть. А теперь немножко мы усложним. Для тех, кому не хватает нагрузки, можно чуть-чуть усложнить. Но постарайтесь всегда делать упражнение правильным. Немножко меняем движение. Вдох. На выдохе поднимаем ногу. Выдох. Таз на месте. То есть таз, он должен быть неподвижен. Держим ногу, делаем вдох и поднимаем до этого же уровня вторую ногу. Выдох. Делаем вдох. На выдохе опускаем одну ногу. Вдох. И на выдохе опускаем другую ногу. Теперь мы с ней будем следующее упражнение, в общем, из базового пилатеса делать. Это прокатка туловища, круг делать туловища. Делаем вдох. Точно так же плечики опущены, макушечкой тянемся вверх. И на выдохе мы потихоньку начинаем подкручивать таз. И по одному позвонку, начиная с копчика, мы поднимаемся вверх, вверх, по одному позвоночку. Как вот бусинки на ниточку одевают. На выдохе вверх, вверх, вверх. Доводим до плеч. На шею, на голову не встаем, не напрягаем. И на вдохе медленно опускаемся. Точно так же прокатываясь по поверхности позвоночника, каждым позвоночником. Прям ровненько, ровненько, ровненько. Опускаем поясницу. Еще я хотела вам показать упражнение, которое может выполнять, в общем-то, тоже каждый. Это упражнение на растяжение, да. Мы с вами из этого положения можем вставать разными способами. В пилатесе это мы должны округлить немножко спину. Взяться за, да, и медленно, потихонечку подниматься, округляя спину. Вот так вот, медленно. Хорошо. Замечательно. Это был подъем. Давайте начнем с исходной позиции. Вот есть собачка борзая, прогнись поясницу, вот, молодая. А есть собачка старая, круглая. Вот нам нужно сделать собачку средней. Вот так. Живот в этом положении точно так же должен быть втянут. Из позы собачки не борзой, не старой мы опускаемся вниз на пятки. Взгляд опущен. Голову не задираем, чтобы не напрягать шейные позвонки, да, мышцы шеи. И на выдохе мы медленно тянемся вниз. Можно делать вдох. И на выдохе точно так же медленно вытягиваться. Если вы чувствуете, что растяжения нет, немножко вперед ладони отставьте. Да, вот так вот. И вытягиваемся. Многим людям тяжело сесть таким вот образом. Они чувствуют напряжение или в коленном суставе, или напряжение чувствуют в стопах. Да. Надо взять коврик. Оля, поднимите, пожалуйста. Вот. И положить коврик там, под ножки. Да. Вот таким вот образом. И присисываем. Вот так вот. И присаживаемся. Тогда нагрузка на ноги уменьшается. На коленный сустав уменьшается. Из этого положения выходим. Угу. Это стрейч. Это расслабление. Еще что мы можем применять. Когда мы лежим на спине, многие люди чувствуют напряжение в шее. Да. Им некомфортно. Потому что у них увеличенный прогиб. Вы можете использовать полотенчики или есть подушечки для пилатеса, которые подкладываются под голову. Когда у человека сильный лордоз, то есть прогиб в шейном отделе позвоночника. И ему будет намного комфортнее. То есть, если вы чувствуете такую нужду, вы можете положить себе полотенчик, сложенное в несколько частей. Время нашей передачи подошло к концу. Увидимся ровно через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!